Всем привет! Посмотрим сборочку Debian 8, которую я сделал при помощи программы SystemBug. Я сделал ее на русском языке, и вот видите, то что мы называем кракозябрами. То есть программа SystemBug на русском языке работает некорректно. Но, тем не менее, как говорится, все это дело автоматически грузится. И вот почему я сегодня хочу рассказать об этой сборке. То есть, если у меня складовочек можно скачать отдельно сборку, там, Mincinomon, или X-Face, или Mate, то вот посмотрите, что имеется у Debian. Вот я когда ставил, я отметил все рабочие столы. Conomo, дальше, системный по умолчанию, Gnome, классический Gnome, Gnome на Weyland, рабочий стол Plasma, это KDE, Default Session, это XFCE, Mate и Open Box. Ну, начнем, как говорится, у меня, знаете, во всех сборочках моих пароль имя пользователя User. Вот попадаете на Open Box, вообще ничего нет на экране, но, казалось бы, система не работает. Ничего подобного, вот, пожалуйста, Web Browser. Значит, и, как говорится, вперед из песни. То есть, это настолько аскетичная сборка, и она очень хорошо подходит для машин стареньких, скажем так, и слабеньких. Дальше, значит, ну, Mate, пожалуйста, заводим, опять-таки, пароль, User, вот мы попадаем на Mate. Значит, значит, вот такая вот менюшечка, значит, ну, я здесь поставил только System Bug и Vision Core. Все остальное, как говорится, и кто любит покопаться со сборками, разбирайтесь сами. Почему я сборку эту выложил, скажем так, сборка средств? Потому что просто так ее поставить довольно-таки непросто. Ну, скажем так, возникает масса всяческих проблем, и у большинства просто ничего не получится, честно говорю. То есть, довольно-таки, скажем так, прихотливая в этом плане установка. А так, пожалуйста, значит, вот, можете это самое посмотреть. Вот, значит, типичная сессия KDE. Они тут назвали ее Plasma, но на самом деле это KDE. Вот типичный экранчик загрузки, Cool Desktop Environment. Практически тем, кому нравится рабочий стол KDE, вот он, как говорится, перед вами. Без проблем. Значит, ну и гномика сейчас покажу еще вам. То есть, вот в чем большущая ценность Dibiana 8, что вот при установке он вам предлагает самую разную, как говорится, массу самых различных вариантов. Вот я сейчас гномика поставил. Не все программы на него ставятся, некоторые ставятся непросто. То есть, это сборочка срез для тех, кто любит, скажем так, повозиться. Вот, кто любит повозиться, как образец эту сборку, берите вам. По крайней мере, гораздо будет проще ее устанавливать и настраивать. Ну, вот тут вишенка есть. Вот SystemBug. Значит, еще раз покажу всем, значит, что нужно делать с SystemBug. Значит, в настройках, вот, даже если вы ставите, тут стоит вон какая-то Бахаса Индонезия, даже если вы ставите русский, все равно у вас будет такое же меню получаться при загрузке кракозябры. Самое лучшее, вот, ставьте английский язык, common, общий, все. И тогда у вас и меню загрузки будет выглядеть нормально, и все будет, как говорится, путем. Да, конечно, неприятно, что при русском меню, как говорится, а когда делаете изообраз, вот получаются такие кракозябры. Поэтому я вам рекомендую просто-напросто. Выставляйте английский язык, все, и проблем у вас не будет. Ну, вот, видите, ну, кракозябра кракозябранная. А если поставите, значит, выставите в настройках систембака английский common, то у вас все будет, как говорится, нормально и путем. Ну, вот, то богатство, которое предлагает Дзебиан, это, конечно, впечатляет. Почему? Ну, вот, посмотрите, сколько сразу вы можете открыть рабочих столов и работать на любом из них. Причем, стоит вам поставить программу на любой из них, там или Cherry 3 или SystemBug, а это все дело будет поддерживаться и, скажем так, и на других рабочих столах. То есть, вот, для любителей, скажем, вот, повыбирать, поработать кому-то на каком-то рабочем столе, там, что нравится, это будет, вот, скажем так, оптимальное решение. Значит, ну, здесь я сделал самые минимальные настройки, но самое главное, вот, SystemBug и Cherry 3. Менеджера программ здесь нет, здесь только стоит менеджер пакетов Synaptic. Все, ребята, вот так вот они работают. Google Chrome, значит, я здесь поставил. Значит, там ни пароли, там я не заводил ничего. Мегу, я не помню, ее оставил или нет. Интернет. Нет, Мегу, по-моему, я не вставил. Ну, и бог с ней, как говорится, ладно. Значит, там, скачайте пакетик, поставите, посмотрите. То есть, вот, скажем так, эту сборку, значит, я делаю, почему? Потому что сама по себе установка изообраза, который дается на официальном сайте Дзебиана, настолько геморройная, что вам проще, вот, взять вот эту вот сборочку, скачать себе, при помощи программы SystemBug, она ставится, как говорится, элементарно. Скачали, значит, этот изообраз, записали на флешку. На флешке, значит, при помощи программы SystemBug, нажмете на копирование системы и установите ее, как говорится, туда, куда захотите. Значит, вот таким образом. То есть, это сборка для людей, которые любят повозиться, покопаться там, своими ручками там настраивать и так далее. Но в то же время, половину работы для них я сделал. Почему? Потому что, действительно, установка, честно вам говорю, геморройная. Вот. А уже вот, когда вот эту вот готовую сборочку вы себе скачаете, вы ее можете каждый раз там просто брать, ставить там за 5, за несколько минут, короче, там за 5, за 6 минут ставить себе на любой раздел жесткого диска и там уже доводить ее до ума, своими ручками, как говорится, там, донастраивать и так далее. То есть, вот, к сожалению, там, минцинамон и так далее, вот, такой широты они не дают. А здесь, ну, просто вот раз, два, там, три, четыре, пять, там, вот на... Ну, мне нравится ценовон сам по себе, рабочий стол. Вполне меня устраивает, и менюшка там, и прочее, и прочее. Вот. Кому-то нужно будет поставить там себе Кайродок через менеджер пакетов. Вот он тут пароль просит. Ну, юзер заводите. Не знаю, я там, ставится он или нет, но давайте посмотрим. Кайро я заведу. Ну, вот, не Клок, а Док. Вот Кайродок, значит, есть. Тут нажмете применить, он все это дело, как говорится, сделает, и вперед, естественно, с ней. Значит, вот таким вот образом. Поэтому, значит, вот для людей, которые, значит, уже въехали в Linux и хотят поэкспериментировать с самыми там различными рабочими столами, я предлагаю вот эту вот заготовочку Дебиан-8. вот, берите ее, донастраивайте, доустанавливайте там, убирайте, что не нужно, добавляйте, что вам нужно, и так далее. Ну, почему? Ну, потому что вот это вот, из-за образа его гораздо проще поставить на любой раздел жесткого диска, сплешки, чем брать официальный образ с официального сайта и через большой, как говорится, геморрой все это дело ставить там и так далее. Если хотите, проверите, ради Бога, значит, идите на Дебиановский сайт и, как говорится, испытывайте и теряйте время и часы. Вот, а так, значит, сама по себе система Дебиан, она красивая, большинство Дебиановских пакетов, много Дебиановских пакетов используется в Linux Mint, если помните по моим урокам, я там нажимал, кликал по Дебиановскому файлику и начиналась его установка. Вот. Так что, рекомендую, особенно для тех, кто любит разнообразие. Как скачать эту сборочку? Под любым моим видеороликом имеется ссылочка на мой блог. Вот, идете на мой блог и я сейчас закачиваю ее на Мегу. Вот, на Меги. И на Меги в разделе Linux моей сборки вот здесь вот ее найдете и скачаете. Почему сейчас не видно? Потому что вот я закачиваю ее, где-то там осталось еще там 60% закачать. но эту сборочку, значит, можете взять и скачать с Меги. В общем, желаю вам всяческих успехов и удач. До новых встреч!